Игорь Сафонов – военный врач со стажем больше 20 лет. В госпитале он служит с начала 2000-х. Пришел сразу после военной академии. Самая длинная операция, которую он проводил, длилась 11 часов. Игорь Делеца больше всего запомнилось время, когда в госпиталь привозили раненых солдат с Чеченской войны. Говорит, тогда даже ночевать приходилось в больнице. Вообще хирургическая служба, организация бесперебойного функционирования является одним из основных пунктов работы любого лечебного учреждения, тем более военного госпиталя. Каждый раз, когда думаешь о ДБТ, чем бы ты хотел еще раз заниматься, ты приходишь к мысли, что ничем другим, кроме уже выбранных специальностей. Военный госпиталь Минобороны России размещается в Самаре и оказывает медицинскую помощь уже 150 лет. Здесь проходят лечения военнослужащие, пенсионеры, Министерство обороны и все члены их семей, а также ветераны. Евгений Александрович Иванов – участник Великой Отечественной войны. В мае ему исполнится 95 лет. Он получает медицинскую помощь в этом госпитале с 80-го года. Сейчас проходит диагностику. Говорит, есть чем сравнить. Стало намного лучше. У меня, как говорится, подлечили. Я доволен. Очень внимательный персонал. Официарский состав. Всегда они здесь. Посмотришь и утром здесь, и вечером тоже самое. У Самарского госпиталя есть несколько филиалов. В Тотском, Сызрине, Оренбурге, Рощинском и Ижевске, где на сегодняшний день находятся около тысячи человек. Именно преемственная связь поколений четко прослеживается в нашем военном госпитале. Потому что здесь работают военные врачи, которые были в погонах, которые носили звания, которые потом уволились, которые продолжают работать в военном госпитале и учить врачей, которые приходят после военной медицинской академии. В течение последних лет госпиталь получил современное медицинское оборудование. В прошлом году здесь поставили новые операционные стойки и ультразвуковую аппаратуру. Сделали ремонт. Теперь военные врачи могут проводить сложные операции быстрее и в более комфортных условиях. Мэри Илчан Василий Колдашов. События.